Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Председатель правления НВЛ Asset Management Андрей Матынов у нас в прямом эфире. Добрый день. Добрый день. Вот как-то, когда вы у нас были, это было в прошлом году, мы говорили действительно о тенденциях пенсионных фондов, что происходит на рынке. Сейчас, наверное, в январе стоит подвести итоги года. Какой он был? Насколько повлияла пандемия? Есть, наверное, две версии. Кто-то говорит о том, что люди с учетом пандемии стали бережно относить не только к своим здоровью, но и к своим вложениям. В том числе в будущее, потому что было же такое представление, что пока он еще молодой, ну не знаю, молодой можно по-разному считать, мы вроде тоже не старые, но тем не менее. Человек, у которого становится 40+, может быть, он впервые начинает задумываться, ну подожди, рано или поздно, бог даст, доживем, но все-таки надо подумать о том, как мы будем жить, если у нас будет пенсия или доход уменьшится, и нам придется как-то маневрировать. Можно ли сказать, что люди, по вашему опыту, действительно стали сейчас более ответственно подходить, как на Западе, о том, что они будут делать, когда у них будет предпенсионный и пенсионный возраст? Ну, наверное, это осознание или этот уровень культуры накопления для пенсионного обеспечения, он подрастает, может быть, не такими темпами, какими бы хотелось, потому что действительно люди начинают об этом задумываться. Здесь, я думаю, что определенную роль играют и вот такие передачи и программы, как сегодня, активности всех субъектов этого, скажем так, пенсионного накопления, управляющие пенсионные банки, регулятор, ВСА и так далее, министерство благосостояния. То есть, ну, уже на протяжении больше 20 лет об этом постоянно, ну, дискуссия ведется и фактически людей призывают об этом задуматься. И, конечно, это осознание, скажем так, повышается или улучшается, но пока еще недостаточно. Ну, а если мы будем, если оценивать прошлый год с точки зрения пенсионных накоплений, которые уже сейчас находятся на втором и третьем уровне, и с точки зрения того, ну, вот, каким был год, удачным, неудачным, я бы сказал, что очень удачным, потому что есть планы активные, так называемые планы, в которых доля риска или доля вложенных средств в инструменты, такие как акции, и приравненные к ним по потенциальной доходности уровня риска другим инструментам, обеспечил доходность, то есть, вот этот рынок для таких продуктов обеспечил доходность вплоть до 24% в год. Это очень много. Это очень много, ну, почти на четверть выросли, да. Понятно, что эта доходность, она меняется в зависимости от управляющего, да, поэтому мы все, опять-таки, управляющие, ну, своего рода конкуренты всегда говорим и своим клиентам, и потенциальным следите за доходностью, смотрите, как управляется. Почему она выросла? Есть какое-то объяснение? Потому что рынки выросли, потому что рынки акций, особенно американский рынок вырос… Несмотря на всю эту пандемию, локдауны и прочее, да? Да, да, да. Но в то же время, если мы говорим про консервативные планы, которые инвестируют в инструменты или, там, ну, инструментами, а проще говоря, в облигации, депозиты и в какие-то ценные бумаги с фиксированным доходом, да, то там картина немножко другая, ну, практически все, все такого рода планы в прошлом году немножко уменьшили свои стоимости, но незначительно от, там, буквально нескольких после запятой цифр процента, неполного процента, от 0,2 до порядка 2 процентов, да, И это связано с тем, что как раз-таки на рынке инструментов с фиксированным доходом, беря внимание, что инфляция растет и что центральные банки начинают уже с ней бороться, повышая ставки, А когда ставки растут, центробанков, ну, так немножко сложно, может быть, сразу воспринять, но такая закономерность, что стоимость этих инструментов падает, да, ну, там, облигаций, если мы там абсолютные стоимости смотрим, да. Ну, вот интересно тоже, вот, если мы говорим, там, периодически выступают не только у нас, там, представители банков, они подводят население, так можно сказать, или подготавливают, многие это уже осознали, что вот вообще эпоха другая, если еще, там, не знаю, в 90-е годы кто-то надеялся, у кого были какие-то большие деньги заработать на процентах, депозит, там были разные варианты вкладов и так далее, срочные, там, постоянные и так далее, то сейчас, ну, видимо, банки в этом тоже заинтересованы, уже публика готовится к тому, многие уже готовы психологически, что, во-первых, уже про проценты можно забыть, значит, главное сбережение, безопасность этих средств, а, как мы знаем, во многих странах уже берут деньги за то, что они, средства вообще уже не то, что ты не зарабатываешь, а ты еще рад, что вообще просто эти деньги хранятся, да, я так понимаю, что все-таки философия пенсионных фондов несколько иначе, да, Да, ну, во-первых, я могу прокомментировать про процентные ставки и банки, ну, банки, в принципе, по большому счету, им, наверное, ну, без разницы, ну, я так упрощаю, конечно, есть нюансы, но вот так, если обывательским уровнем смотреть, то им без разницы, какие процентные ставки, потому что они чем занимаются, они привлекают вклады и выдают в виде кредитов, в виде займов эти деньги Ну, чужими деньгами, если так сказать, да То есть, и они зарабатывают вот разницу между той процентной ставкой, которую они заплатили тому, кто принес, ну, вкладчикам Она очень существенная, да Да, ну, в принципе, ну, так, по большому счету, без разницы, да, поэтому банки, наверное, готовят людей не с точки зрения, что они там хотят заработать больше, наживиться в калачиках, а просто потому, что такая ситуация экономическая и монетарная, да, правда, свои коррективы может внести инфляция, которая растет, и она уже вносит, поэтому то, что я сказал про фиксированные доходом бумаги То есть, деньги чуть-чуть обесцениваются Они, нет, я бы сказал так, что они, с одной стороны, подвержены инфляции и покупательская способность снижается Ну, да, то есть, то, что ты мог купить раньше за 10 евро, один объем товаров, сейчас вот другой, меньше, да Но, с другой стороны, потенциальная доходность от вкладов и от инвестиций в, скажем так, в бумаги, которые с фиксирован доходом, она подрастает, да, то есть, это, ну, эта пропорция, она может быть еще не такая яркая, потому что, вернее, она яркая, различие достаточно большое, да, если мы там смотрим на уровень инфляции, который сейчас уже статистически объявляется и с потенциальными ставками на рынке, да То есть, там отрыв есть определенный, но он сохраняется, потому что есть ощущение, ожидания, и Центральные банки заявляют, что это краткосрочная инфляция, поэтому ставки не поднимаются И, ну, так значительно, как инфляция, это пройдет, и мы будем жить, ну, в таких, вне высоких, продолжать жить в эру невысоких ставок Так что, ну, так Если мы говорим о пенсионных фондах, так наши люди, наши радиослушатели понимали, речь идет, в принципе, о частных пенсионных, о третьем и о втором пенсионном уровне, да? Да, речь идет о втором и третьем, второе, это государственный, это не частный, но это специальная схема государственного фондированного пенсионного обеспечения И, да, и тут, ну, тут такой определенный гибрид, я напомню, что эти накопления идут на индивидуальный счет каждого лица и зависят от того социального налога, который он платит каждый месяц И 6% от зарплаты брута, да, той зарплаты, которая в трудовом договоре оговорена, 6% идет на второй уровень Ну, достаточно большие средства Довольно большие средства Да, и сейчас уже в моменте общий объем накопленных средств на втором уровне уже приближается к 6 миллиардам Если вы говорите о третьем, это частные пенсионные фонды, понятно, что вы не делали, может быть, какое-то социологическое исследование Вот кто ваши клиенты, вот такой социальный портрет, можно, вот, как вы понимаете, кто ваши клиенты, или это средний класс, это, не знаю, выше среднего Ну, вообще, этот портрет, он делится на, ну, практически стоит из юридических и физических лиц Да, юридические лица, это те социально ответственные предприятия, которые в пакет, как бы, вознаграждения за труд Включают своим работникам, включают еще дополнительно третий пенсионный уровень, заботясь о том, чтобы при выходе на пенсию их доходы не падали То есть есть такие, которые... Есть, да И, напомню, здесь государство дает определенные налоговые послабления таким работодателям, да, и это, в принципе, выгодно как государству, потому что будет благосостояние народа расти И на пенсии будет лучше жизнь у людей И в то же время предприятию, потому что, ну, это социальная ответственность, она стимулируется И второй, вторая часть, может быть, вторая категория клиентов, это уже физические частные лица, которые либо дополняют то, что уже работодатель до них делает, это тоже возможно Либо делают это в индивидуальном порядке Но здесь такая тенденция, то, с чего вы начали, да, что фактически люди уже, ну, близкие к пенсионному возрасту начинают об этом задумываться Не все, конечно, но в большинстве, ну, в твоей массе, да, в основном это люди, которым там 10-15 лет до пенсии Они уже начинают понимать, что, ну, это уже не за горами, это не когда-то И уже есть ощущение, что доживу, да, потому что статистически, ну, значительная часть населения все-таки доживает Это такой миф, что мы не доживем И это демографическое, как сказать, вот это вот отклонение, да, в сторону того, что, ну, скажем, пожилых или людей в возрасте становится больше И значительная часть, ну, больше относительно общего числа, ну, общего объема населения, как бы продолжает увеличиваться Поэтому для нас с вами, там, до 50 лет возрастом, ну, у нас будет больше знакомых и круг общения плюс-минус нашего пожилого на тот момент возраста, чем молодых, да То есть молодое население будет сокращаться, а пожилого расти И, соответственно, понятно, что нагрузка на экономику и на экономическое активное население, на молодых будет возрастать И поэтому вот этот первый уровень солидарности, который сейчас, может быть, обеспечивает значительную часть доходов пенсионеров Он будет, ну, распределяться среди большего количества людей за счет меньшего количества, как сказать, вкладчиков или обеспечителей Или тех, кто обеспечивает эти средства И, соответственно, второй, это абсолютно минимальная необходимость для хотя бы, ну, замещения в районе доходов, замещения доходов в районе 50% И третий, это единственная, как сказать, возможность, чтобы эти, скажем так, это замещение достигло хотя бы 70% Вы тут правы, потому что вот сейчас, когда мы говорим об инфляции, мы видим, кроме инфляции идет, ну, это все взаимосвязано Мы видим, какие сейчас коммунальные платежи Понятно, что газ, электричество, отопление, все это повысилось И интересно, что вот, наверное, многие, как вы сказали, кому до пенсии остается, не знаю, 10-15 лет Они начинают с ужасом думать, что практически получается так, что если ты остаешься один на один вот с этими платежами И ты можешь рассчитывать только на государственную пенсию, исходя из скромных зарплат населения То это ой-ой-ой, то есть фактически получается так, что государство или мы сами себе говорим, что, ну, на особую пенсию нам рассчитывать не надо Если мы сами ничего не будем делать, то у нас только два пути Или дети помогут у кого они есть и кто в состоянии помочь Или надо будет обращаться с протянутой рукой на пособие Потому что когда сегодня там люди получают счета там по 300-350 евро, а у них пенсия еще меньше То есть, понятное дело, как они заплатят То есть, поэтому, наверное, вот это тоже такой сигнал к тому, что надо подумать, как можно вот, ну, хотя бы чуть-чуть себе прибавку обеспечить, да? Да, да, и, в принципе, этот год, да, когда уже вот инфляция стала развиваться Показал, что доходность пенсионных планов, она, в принципе, ну, достаточно высокая Если выбран правильный продукт, то эти, скажем так, негативные влияния инфляционные на накопления, они, в принципе, покрываются за счет доходности тех рынков, которые, тех инструментов, которые вложены Поэтому я бы сказал так, что не стоит бояться сегодня евро вложить в какой-то пенсионный продукт, да, тот же третий уровень И думать, что, ну, там, через 10 лет при таком росте цен я этот евро, ну, так и получу, да, ну, будет значительно больше, чем один евро Это очень важно для понимания, вот, наверное, тот вопрос, который вам тоже часто задают, может быть, не только журналисты, но и знакомые Ну, мы понимаем, что в Латвии маленький рынок, даже если, допустим, ну, в вашей компании много, там, клиентов или партнеров, юридических, физических лиц Все равно ведь эти суммы, ну, вообще, если сравнить с европейским рынком, они достаточно маленькие, да? Как можно здесь зарабатывать, оперировать этими средствами, или вы играете на рынках за пределами Латвии? Да, ну, во-первых, мы не играем, мы очень продуманно Ну, да, слово не очень, да, продуманно, инвестируем, да, инвестируем Играем, это, наверное, больше для казино, да Да, так, в принципе, да, мы инвестируем, ну, не только мы, а все управляющие, которые действуют в Латвии, да Во-первых, есть определенная регуляция, да, есть законы, которые, ну, все-таки, вернусь к вашей терминологии, правила игры Определяют, и есть регуляторы в КТК, которые очень строго следят за выполнением этих правил и правил этой игры, да Поэтому мы это делаем достаточно безопасно с точки зрения самой инфраструктуры, то есть эти деньги не могут пропасть И в то же время делаем это, ну, сравнительно глобально И когда мы говорим или слышим где-то в новостях, что там, предположим, акции компании Тесла, да, там, Илон Маск там, да, выросли там несколько раз Или акции Фейсбука, или того же Pfizer, или Moderna, которые производят вакцины от ковида Растут, и кто-то там набивает карманы деньгами, то могу вас уверить, что практически, ну, большинство нашего населения, которое имеет накопление во втором уровне Точно так же, как весь прогрессивный мир, точно так же набивает карманы этими деньгами, да, потому что не секрет, что управляющие, если даже не инвестируют в какие-то конкретные акции А делают это через широкий рынок, через так называемые индексные продукты, да, когда заинвестировав, там, не знаю, 1 евро, да, там, в этот индекс Он распределяется практически между всеми, пропорционально их размера в этом индексе, распределяется между всеми компаниями, которые входят в этот индекс То есть, другими словами, вот эта вот корзина, в которой находятся все там лучшие компании мира, да Если в нее инвестируется, а в нее инвестируется и накопление второго уровня пенсионного, то фактически вот эта вот часть этого блага, которое идет, доходит и реально доходит до нашего кармана Поэтому, поэтому, в принципе, в этом-то и вся, может быть, весь такой, ну, не знаю, это не азарт То есть, вы можете, в принципе, если бы, не знаю, можете инвестировать и в Pfizer тоже, да, не знаю, нуждается ли он нашим Я думаю, что у большинства нас, жителей Латвии, есть часть денег, вложенных в Pfizer Не прямо, но косвенно, через вот эти инструменты, через фонды и так далее Поэтому, когда сторонники теории заговора кричат, ай-яй-яй, им выгодно, так сказать, эти вакцины, они на нем зарабатывают То есть, в принципе, косвенно лучше пускай они зарабатывают, может быть, и нам какая копейка перепадет То есть, вот то, что я сказал, там, двухзначные доходности, да, там, 13, 20, 24 процента Вот, за счет этого тоже частично, да То есть, можно ли сделать вывод, я понимаю, что это все очень относительно, что Вот, если мы сидим в локдауне, это совсем не значит, что смерть всей экономики То есть, акционный рынок все равно живет, да, так сказать, вышли мы в этот день на работу Или мы работаем удаленно, открыт магазин там или не закрыт, все равно ведь акционный рынок живет Так нужно понимать, да? Да, да, рынки финансовые, они живут, экономика глобальная, она развивается И, в принципе, ну, это же понятно, что, как это, повсловицы, да, кому война, а кому мать родна, да, что-то в этом роде То так и здесь понятно, что есть какие-то секторы экономики, которые, и какие-то регионы в мире Которые пострадали от ковида, но есть и те, которые заработали очень неплохо И при таком принципе накопления на пенсию, которые используют пенсионные фонды, управляющие второго уровня Вот эти вот риски, они, в принципе, покрыты тем, что кому-то сейчас не весело и достаточно тяжело А кто-то реально зарабатывает хорошие деньги И вот эта вот так называемая диверсификация или распределение риска пока, ну, помогает или обеспечивает позитивный прирост Вот интересно, тоже такой феномен, он случился в прошлом году, по крайней мере, для нас это было неожиданно Вот эстонский кульбит с возможностью, там, не знаю, вынуть деньги из второго пенсионного уровня Кто-то говорил о том, что молодцы, там, эстонское правительство дало возможность многим вот с помощью снятия вот этих средств Не знаю, закрыть какие-то долги по кредитам, да, так сказать, не знаю, кто-то, может быть, конечно, эти деньги просто там, как повежливее сказать, пропил Да, но вот произошел такой кульбит, и здесь у многих политиков тоже уже начали исчисаться руки Они говорят, о, а давайте и мы пойдем по этому пути, ведь это же очень красивая раздача денег, да Вот как вы к этому относитесь? Правильно ли это был ход? Он, правда, затрагивает второй пенсионный уровень, но тем не менее Ну да, это затронуло действительно второй уровень, и там было не то, что вот любые деньги все забирать Ну, то есть там было несколько сценариев, которые можно было выбрать Там не просто вот ты заходишь, да, забиваешь и побежал, да Да, да, и в то же время ожидание того, кто выберет самую такую, может быть, самый брутальный сценарий, который близок к тому, что вы озвучили, да Было ощущение, что будет больше, а реально оказалось меньше, то есть люди выбрали какие-то варианты, при которых эти накопления продолжают работать Понимая, в чем преимущество вообще накоплений как таковых, да Да, ну, наверное, из таких, может быть, негативных, еще дополнительно к тому, что люди просто потратили то, что они должны были тратить на старости Некоторые люди, да, не все Еще такой негативный момент, они неплохо разогрели рынок недвижимости, потому что часть понесла на рынок недвижимости эти деньги Цены повысились, да Да, цены повысились, и плюс еще они разогрели местный рынок акций, да, то есть, если мы можем так сравнивать, то там в Латвии, в Литве и, может быть, еще там в каких-то прилегающих странах, там, типа Польша, там, Центральной и Восточной Европе Цены, ну, такой средняя оценка рынка, ну, не гораздо, а ниже, чем в Эстонии, да Соответственно, люди, которые хотели оставить деньги именно в эстонской экономике, они вынуждены, то есть, сначала управляющие продавали, да, то есть, забирали деньги из рынка, чтобы передать их людям А люди их потом в короткий период реинвестировали, и тем самым разогнали тоже и там цены, да, то есть, ну, не знаю, мне кажется, что достаточно такой, ну, нерациональный ход был Да, ну, вот тоже интересно, вот то, что мы говорим, вот этот феномен пандемии, потому что вроде бы казалось, что, ну, как, экономика встала, так сказать, не только в Латвии, да, там у многих были локдауны неделями И, казалось бы, ну, вот, все должно, как бы, просесть, а что мы наблюдаем? Акционный рынок, да, ведь, вопреки каким-то прогнозам, рынок недвижимости не только не рухнул, там сейчас цены сначала не стабилизировались, потом опять пошли наверх Вот мы говорили до эфира, успели обменяться авторынок, дефицит машин образовался в кои-то веки, да, то есть, это говорит о том, что есть какие-то парадоксы, да, и акционный рынок, может быть, как раз еще будет толчок сейчас, да? Не, ну, вообще до сих пор было так, чем хуже с ковидом, тем лучше для рынка финансового, да, потому что опасения, что программы по стимулированию экономики будут там резко снижены или борьба с инфляцией, скажем так, вот, монетарное регулирование, вот эта вот борьба центральных банков с инфляцией нанесет ущерб рынку финансовому, тому же, там, рынку акций Этого не произошло Ну, как бы, это откладывается, по крайней мере, откладывается, или вот это вот движение к регуляции, оно смягчается, да, ну, соответственно, действительно так и есть, что чем хуже с ковидом, тем лучше для рынка акций Вот продолжая тему, вот, как вы сказали, очень такого продуманного инвестирования, время от времени появляется информация, это понятно, почему, что вот там государство в лице, там, ВАУС-касса, государственная касса, там, опять свои акции, там, облигации государственного займа продала, получила деньги, мы понимаем, куда они идут, да, так сказать, 4 миллиарда так называемых пандемийных, они, в основном, заемные деньги, да? И вот не всегда понятно, кто эти облигации покупает, вот, вы тоже смотрите на это, вот, как частные пенсионные фонды, или вы считаете, что это очень долгосрочные облигации с не очень высокой доходностью, хотя понятно, что довольно надежные, вот, и вы, слово играть не буду употреблять, вы не инвестируете вот в эти государственные облигации? Ну, в принципе, участвуем в таких, в таких размещениях тоже, естественно, потому что, ну, правильно вы заметили, что, особенно в последнее время рейтинг, кредитный рейтинг Латвии достаточно высокий. И с точки зрения, да, с точки зрения какой-то такой безопасности вкладов, безопасности инвестиций, ну, мы балансируем, вот, там, опять, может быть, приведу пример Теслы, да, там, бешеный рост Теслы, да, волатильность или вот это вот. Мы балансируем какой-то, ну, в разных продуктах какими-то такими инструментами более безопасными, да, с точки зрения кредитного того же риска. То есть криптовалюту вы бы не стали вкладываться, да? Нет, ну, кстати, в Эстонии уже есть пенсионные продукты, которые предлагают, да, но мы не настолько прогрессивны, и, ну, возможно, это вопрос времени, но я пока, наверное, воздержался бы от каких-то конкретных комментариев по поводу криптовалют. Но, возвращаясь к облигациям государственным, тут еще такой момент, что во времена, когда ставки падали, да, и становились более негативными, то вторая сторона медали – это рост стоимости этих облигаций, да, и когда происходит такое размещение, и после размещения стоимость этих облигаций растет, то есть доходность еще падает, то на этом тоже можно очень неплохо заработать. Поэтому, когда говорят, что, о, там, времена негативных ставок только теряют. Ну, не так, на этом тоже можно заработать, просто профессионалы, да, профессионалы знают, как это сделать, и продолжают это делать во времена негативных ставок. Потому что, если мы посмотрим, какая доходность была конкретно вот этих консервативных планов, именно во времена, когда ставки падали, они были очень доходными, да. Сейчас пошел обратный процесс, поэтому немножко доходность падает. Куда бы вы, вот это людям тоже будет интересно бы, не знаю, не стали бы вкладывать вот эти средства третьего пенсионного уровня, не знаю, стартапы, которых еще ничего неизвестно, сыграет это или не сыграет. Ну, я так говорю просто, ну, то, что, к примеру, или там, я не знаю, вот эти всякие фонды рискового капитала, да, вот, как это, латышская, по-моему, пулю, да, вот эти, где вот толпа собирает какие-то деньги. Платформы эти, пир-то-пир-то, называемые. Сказали, что мы построим какой-то, там, не знаю, супер-офис, и вы там получите, там, не знаю, 40%. Краудфандинг. Да, 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 40%, так сказать, доходности. Наверное, это изначально, когда вы видите вот эти заявленные цифры каких-то фантастических доходов, понимаете, что это физически быть не может, вы, наверное, даже это все не рассматриваете. Или у вас какая-то аналитическая группа, где у вас мозговой штурм, вы сидите и говорите, так, ну, вот это вот интересные, там, стартапы и так далее. Да, в принципе, всего, что привели как пример, так, потенциально все возможно, и... Даже так, то есть нельзя сразу отклонять, отвергать. Нет, ну, есть, я говорил, что есть определенная регуляция, да, и есть, допустим, ну, физическое золото мы не можем инвестировать, физическую недвижимость, там, не знаю, приобрести здание мы тоже не можем, да. То есть это ограничивает законы, да? Ну, то есть есть ограничения, которые, есть, как бы, вот эта вот рамка, да, или вот эта вот регуляция, в рамках которой мы можем действовать. Но, когда мы начинаем уже изучать конкретные объекты инвестирования и конкретные классы активов инвестирования, да, то мы, естественно, проводим углубленный анализ того, куда мы потенциально планируем инвестировать. И, естественно, что мы делаем и какие-то модели финансового прогноза и проверяем то, что обещается с тем, что реально может произойти. И даже в стартапы мы можем инвестировать, конечно, мы не будем инвестировать, ну, и если мы так посмотрим на рынок как таковой, то есть в Балтии фонды рискового такого, венчурного, совсем ранней стадии капитала, в которых инвестируется накопление второго и третьего пенсионного уровня. Но это структурированные такие фонды, да, которые управляются командой профессионалов, которые имеют определенный опыт и уже так называемый track record, это, сейчас попробую, какую-то историю успеха, да, на которую можно положиться, произвести, опять-таки, ее анализ и на основании этого доверить какие-то средства такого рода фондам управляющим. Но понятно, что это будет незначительно относительно вот всей этой корзины, но такие инвестиции, они так называемые альтернативные от нормального финансового рынка, про которые мы до сих пор говорили, они, как правило, обеспечивают дополнительный доход, но связанные с определенным риском. Поэтому эти инвестиции относительно всего, всей массы денег, и так же и моих личных, или ваших, или любого слушателя, накопление незначительный, но он часто присутствует. Поэтому я вообще достаточно позитивно смотрю на различного рода альтернативные формы инвестиций, и до сих пор это оправдывалось тем, что можно заработать больше, чем дает рынок. – Но в долгой дистанции. – Да, но вот интересно, вот мы уже так затронули косвенно, вот эта пандемия, оно как бы высветило, может быть, многие раньше это не понимали, хотя понятно, что мы понимаем, что фармацевтический бизнес, он доходный, наверное, априори, но вот эта история, не знаю, с Pfizer, наверное, Moderna и что-то то же самое, да, вот это одна история. Многие, я так понимаю, сейчас, может быть, из финансистов задумались о том, что оказывается, мало того, что фармацевтическая, но и медицина как таковая, я не беру там государственная, в которой мы понимаем, что те государственные больницы, которые оказывают зачастую и социальную помощь, и там, не знаю, реанимацию, где это очень дорогостоящее, понятно, что там прибыль не есть никакой, только одни убытки, да. Вот, ну, что касается частной медицины, на ваш взгляд, будет ли это так, что есть какие-то уже сетевые, у нас даже в Латвии появляется, где целый ряд компаний, в том числе фармацевтических, купили, там, я говорю простым языком, там, поликлиники, создают частные клиники, ну, видимо, предполагая, что это будет, это же все-таки бизнес, что это будет с прибылью, да, может быть, в будущем и это станет таким, вот как вот в Америке, это весьма доходно, у нас, правда, нет этих частных больничных касс, но, по крайней мере, может быть, в будущем и эта медицинская сфера, тоже будет достаточно симпатична для инвестирования. Ну, я думаю, что она даже в моменте достаточно симпатична для инвестирования, единственное, что если мы говорим про Латвию, сейчас нет, не то, что рынок, нет просто таких для нас годных, для пенсионных накоплений, годных инструментов, чтобы это делать. Если бы они были или если они появятся, я думаю, что это будет интересно и для пенсионных управляющих делать такие инвестиции, тем более, что рынок развивается, видно, что он в каком-то объеме и консолидируется, да, то есть сделки происходят, они укрепляются, действительно, такие сети создаются. Я думаю, что, ну, с точки зрения качества медицинских услуг, это тоже такая хорошая альтернатива государственному. И плюс еще все-таки, опять же, один из таких мотивационных пакетов у нормальных социально ответственных работодателей – это страхование, медицинское страхование. И мне кажется, что этот рынок, он и так достаточно развит, и он продолжает развиваться, да, то есть, если так посмотреть, есть частные медицинские компании, которые там строят новые здания, да, вот недавно тоже, не буду рекламировать, да, то есть, там закладывают камни и капсулы, да, там эти в основание, то есть, крупные уже частные специализированные даже, да, медицинские учреждения строятся, ну, значит, спрос есть. Я думаю, что он будет только расти, поэтому перспективное направление. А вот для пенсионных фондов, вот, читывая ваш опыт, может быть, даже посмотреть на мировую ситуацию, это как бы вложение, есть такое слово, в долгую, ну, или это, не хочу опять слово, это игра, но вот, не знаю, там есть какой-то бизнес-проект, очевидно, что он, не знаю, рассчитан на 2-3-5 лет, сейчас на него есть спрос, я там, не знаю, ну, может быть, какая-то будет штучка а-ля Илона Маска, вот это быстренько сейчас, пока это модно, мы вложим пенсионные средства, получим там, не знаю, больше прибыли, чем, может быть, долгой, или все-таки вы смотрите на то, что это на десятилетие, и вот туда вкладываем средства, или и так, и так? Ну, скажу, и так, и так, и как пример могу... То есть, вы и коротких проектов тоже не чураетесь, да, то есть, так можно сказать? Не, ну, что значит, в каком, что, ну, могу привести конкретный пример, вот с Канстас и Ханзас улица, там, офисный центр сейчас строится в Эрде, так называемый, сори, я, наверное, все-таки немножко рекламу назвал конкретно. Так, там есть пенсионные деньги тоже, вот, в строительство этого офисного центра вложены пенсионные деньги. То есть, вы чувствуете, что это история прибыльная? Да, потому что, действительно, если мы смотрим, что происходит в Балтии, что происходит в Таллине, в Вильнюсе, где таких офисных центров настроено очень много, а в Латвии была какая-то определенная задержка, то это, в принципе, такой перспективный и интересный бизнес, немножко, может быть, нестандартный, но немного альтернативный, потому что, еще раз, еще один пример приведу, у многих, ну, я бы даже сказал, почти у всех потенциальных пенсионеров или тех, кто имеет накопление на втором и третьем уровне, есть часть денег вложена вот с Канстас, Сити, вот в этот офисный... В общем, быстро развивающийся район, да. То есть, там реально уже, ну, там понятно, что там более долгие деньги, да, потому что там уже все построено, и там мы получаем и, как это, переносим эти доходы от аренды вот этих офисных помещений, да. Также торговые центры, также логистические парки, да. Фактически, я бы так сказал, что люди, не осознавая этого, часто пользуются услугами или находятся в каких-то условиях или в каких-то местах, которые частично или так косвенно им и принадлежат, да. Вот еще, может быть, два вопроса, так, для понимания в завершении. Вот один вопрос. Вот мы все время говорим вот о людях, которые, ну, вот думают о своей пенсии. А вот если человек уже вышел на пенсию, он дальше может инвестировать в третий пенсионный уровень? Или он вышел, вот у него есть накопление, там, не знаю, в 64-65 лет, там все время у нас воздвигается, или он может продолжать вот в этом участвовать? Да, он может продолжать минимальный срок или минимальный возраст, когда уже можно воспользоваться накоплениями в третьем уровне, это 55 лет. Да. Но никто не запрещает продолжать увеличивать или часть второго пенсионного уровня, который можно тоже использовать по-разному, передать в управление или и в администрирование выплат частному пенсионному фонду. Да, то есть и сейчас фактически, опять же, индустрия идет с инициативой о том, что надо разрешить людям при выходе на пенсию, имея накопление на втором уровне, продолжать, если не пополнять, то хотя бы держать эти средства, потому что, ну вот опять, да, если мы смотрим прошлый год, вот представляете, человек должен был в январе, ну я так, условно, это очень условно, да, но так, чтобы проиллюстрировать картину, мог бы не забирать эти средства, оставить и плюс еще там, ну 10-15, ну мы даже видим 25, если бы повезло быть именно конкретно в этом плане, ну то есть четвертую часть прирастить. Но мне кажется, что, ну кто отказался бы? Думаю, что никто. Была такая возможность, потому что были ковид-специальные условия, которые позволяли не забирать, а продлить, потому что было ощущение в один момент, и так это было в марте 2020 года, когда рынки резко упали от этого шока, который произвел ковид, не только на нас, как на простых жителей, но и на рынке тоже, так приняли такое специальное временное регулирование, что до конца вот этого прошлого года, получается, да, можно было отложить. Но мы видим, что это такая, и в других пенсионных системах такая возможность существует, это такая полезная опция, иметь возможность поддержать средства, еще дозы работать, либо не забрав вернуться к какому-то уровню вдруг, если попадаешь в кризис. Да. Вот такой вопрос, может быть, технический, но вы знаете закон, вот, ну, к примеру, довольно, я думаю, ситуация отнюдь нередкая, где есть семья, где есть, вот там, не знаю, муж чаще всего зарабатывает очень хорошо, жена-домохозяйка. Понятно, что есть возможность наследовать там третий пенсионный уровень, это понятно, но тем не менее он хочет, или они с женой договорились, что вот он будет и финансировать не только свой третий пенсионный уровень, но и платить за жену. Он может так делать? Может ли там, не знаю, родственник за родителей, за жену, там, за мужа это делать? Или это индивидуально, на свой только пенсионный уровень? Нет, это можно делать в рамках семьи, единственное, что этот лимит, который позволяет получать возврат налогов, он будет, ну, как бы объединяться в одном лице, то есть вот эти вот четыре тысячи, понятно, что... Ну, в принципе, можно и за другого члена семьи, да, вот, например, сын хочет помочь, там, и уже... Да, можно так делать, можно просто указать, что наследником, в случае чего, будет там супруга или любое третье лицо. Да, это... И, кстати, по второму уровню тоже это важно помнить и проверить, есть ли... ну, то есть второй уровень тоже можно наследовать, это сравнительно недавно изменение, но необходимо о своем выборе сообщить ВСА, это можно сделать на портале Latvia.lv, и там можно выбрать, либо, допустим, всю сумму сразу, или присоединить ко второму уровню того, кто наследует твой пенсионный уровень, да, то есть есть возможность выбрать из нескольких вариантов, как распорядиться своими средствами в случае своей смерти, да, так это, скажем так, опять такое настроение критическое, которое было, что не доживу и все пропадет. Раньше так и было, все пропадало, потому что забирало государство себе, ну, не себе, а в социальный бюджет, то сейчас конкретно уже указываешь наследника и присоединяешь либо к его уровню, либо выплачиваться деньгами. Да, вот еще такой вопрос, вот когда говорят, что вот у аналитиков спрашивают, банковские в том числе, от чего растут там, не знаю, цены на нефть и газ, они могут сказать, что практически от всего, даже, не знаю, от пиара, от заявлений, не знаю, Илона Маска, от конфликта на Ближнем Востоке, да, где-то там корабли в Суэцском канале встали, тоже цены выросли и так далее. Вот я к чему спрашиваю, сейчас мы видим, какая у нас международная обстановка, кто-то уже начинает сравнивать со временем Хрущева, когда Карибский кризис, чуть ли не было ядерной войны, да, это как-то влияет на акционный рынок или все-таки он настолько устойчивый, что это в основном обычно на нефть и газ, я не знаю, на инвестиционное золото, но акционный рынок, он живет по своим законам. Или вот эта нестабильная международная обстановка тоже может как-то повлиять? Тоже может повлиять, но это, как правило, касается тех регионов, которые потенциально могут быть вовлечены. То есть понятно, что когда начинается дискуссия между Россией и НАТО по поводу каких-то вот этих геополитических вопросов, то понятно, что когда объявляются потенциальных санкций, которые будут применяться к российскому бизнесу, ну понятно, что инвесторы начинают, как сказать, пугаться, да, и думают, ну зачем мне это надо, лучше продам акции, там, не знаю, Газпрома, да, несмотря на то, что цены на газ высокие, да, или какого-нибудь финансового учреждения банка. Останусь хотя бы при своих, да. Да, просто, ну просто, конечно, инвесторы те же люди, да, инвесторы точно так же, а временами даже еще более подвержены какой-то панике и каким-то настроениям. И вы правы, что такого четкого, может быть, алгоритма, что повлияет на стоимость рыночного актива, да, там, нефть, там, акции, там, не знаю, какие-нибудь там металлы и так далее, да, ну сложно спрогнозировать и сложно этот алгоритм вывести, да, поэтому вот так же, как и то, что я говорил про рынок акций и про ковид, вроде, ну, несчастье, да, но это несчастье, собственно, помогает в определенных условиях даже, ну, к чему-то расти и зарабатывать. Подводя итоги нашей беседы, в принципе, мы говорим о том, что действительно третий пенсионный уровень – это такая вот возможность, может быть, одна из немногих возможностей таких вот, ну, правильных и безопасных положений, да, ведь есть же действительно очень там рисковые разные операции, как мы знаем, и на фондовых рынках, да, где можно действительно потерять очень много средств. Вот, в принципе, это вот такая вот одна из возможностей, да? Она, понятно, что, еще все-таки скажу, что если рынки будут падать, то понятно, что ни один управляющий, он не сможет спасти… Да, ну, вы же не волшебник, да. Да, абсолютно как бы нивелировать это падение. То есть, то, что обеспечивают пенсионные фонды второго и третьего уровня, это то, что эти средства будут инвестированы в рынок в соответствии с регуляцией, в соответствии с правилами, которые объявлены, и любому клиенту потенциальному есть возможность и, в принципе, так было бы правильно прочитать и ознакомиться или в рамках консультации понимать эти правила, да, что эти средства будут инвестированы в рынок надежно, они не пропадут, их никто не сможет ни украсть, ни потерять, там, ни донесите до рынка, да, или потом, когда они пойдут из рынков финансовых в карман уже конкретного клиента, то есть здесь обеспечивается абсолютная гарантия, абсолютная безопасность с точки зрения каких-то таких вот, не знаю, каких-то потрясений, и если мы смотрим исторически, хочу сказать, что средства второго и третьего уровня находились в банках, которые прекратили деятельность в Латвии, не буду называть, но ни одного цента не потеряли, и ни один цент не пропал, и ни один клиент ни второго, ни третьего пенсионного уровня, да, ни один не пропал, да, то есть вот если бы, скажем, не хочется напоминать уважаемому композитору Раймонду Паусу, да, может, его потери, но если бы у него эти средства находились бы в третьем пенсионном уровне, потому что, я так понимаю, он планировал эти средства для своего пенсионного обеспечения, то он бы не потерял ни одного цента. Это правда. Спасибо большое, Андрей Мартынов, у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо.